Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать в нашем шоуруме. Сегодня у нас достаточно интересный, хотя и сложный по теме разговор, тема обозначена так, социальный лифт или карьерная лестница, что ждет выпускников на рынке труда. Вот так случилось, что буквально несколько часов назад с общественными объединениями молодежными республики Тарстан в этом же шоуруме обсуждалась очень похожая тема. Но обсуждалось преломление, вот ты стал профессионалом и что дальше делать, уехать, не уехать, какой выбрать город для своего места жительства, для своей постоянной работы. Сегодня мы вот сейчас будем говорить о том, как стать профессионалом и как можно, каким образом можно ускорить этот процесс, сделать его наиболее эффективным, наиболее последовательным, ну и соответственно продуктивным для себя, для своего будущего. И поможет нам в этом разобраться, в этой сложной теме, в этой проблеме наш гость Валерия Александровна Косомара, бурные ваши аплодисменты, доцент нашего большого дружеского высшей школы университета, высшей школы экономики. Но самое главное, обратите внимание, руководитель Олимпиады «Я профессионал», как раз то самое, о чем мы с вами хотим сегодня поговорить. И наш гость, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Михаил Дмитриевич Щелкунов. Я очень надеюсь, что вы поможете нам разобраться с обозначенными глобально пока проблемами, но для начала давайте детализируем, прежде всего для наших телезрителей, которые возможно не в курсе. Вот «Я профессионал», что это за Олимпиада? Я профессионал, это студенческая Олимпиада. Все студенты прекрасно знают, что такое школьные Олимпиады. И всю школу вас терзали, принимаете участие, и вы понимаете, что став победителем Олимпиады разного уровня, вы имеете определенные преференции и возможности при поступлении в ВУЗ. И нам показалось, что студенческая Олимпиада федеральная, она по сути станет логичным продолжением того, что есть школьное Олимпиадное движение. И фактически то, что мы делаем сейчас, это зарождение и создание студенческого Олимпиадного движения. Но если по итогам школьной Олимпиады вы оказываетесь в ВУЗе, то по итогам студенческой Олимпиады вы либо продолжаете образование, то есть после бакалавриата, можете, став дипломантом, поступить в магистратуру, ординатуру или в аспирантуру, либо же вы выбираете стажировку. Хотя те ребята, которые понимают, что им предоставляются уникальные возможности, выбирают и то, и другое. Соответственно, участвуя в Олимпиаде, вы сразу можете также подумать, а не хочу ли я, будучи бакалавром одного направления подготовки, попробовать себя, например, еще в чем-то. Потому что у нас по опыту прошлого года многие ребята, когда регистрируются на Олимпиаду, то выбирают как минимум два направления. И вот в прошлом году Олимпиада прошла по 27 направлениям, в этом году их 54. То есть, соответственно, в зависимости от того направления, которое у вас сейчас, вы можете выбрать либо смежное, либо, например, вообще такой вот вызов попробовать что-нибудь диаметрально противоположное. И это не сказки. Есть позитивные примеры. В прошлом году медалистами Олимпиады стали, например, ребята, которые получили даже по две медали. Ну, например, учился парень на направлении нефтегазовое дело, в результате пошел на Олимпиаду и по своему родному направлению, плюс еще выбрал медиакоммуникации, стал и там, и там. Или там рекламу и связь с общественностью. Можно, конечно, попытаться еще там на смежные какие-то направления, но здесь все называется, на что способен, какие амбиции есть у вас, какую планку вы сами для себя ставите, поэтому все в ваших руках. И, конечно же, это практикоориентированные задания. Я вам честно говорю, если вы участвуете в Олимпиаде и не выигрываете, то вы получаете гигантский опыт, потому что по всем направлениям, которые у нас вообще будут в этом году, все задания очного тура разрабатываются с работодателями. Если это экономика, это задание разрабатывается совместно со Сбербанком России. Если это, например, бизнес-информатика, это ВТБ. Если это строительство или материаловедение, это трубно-металлургическая компания. То есть можно перечислять очень долго. Мы активно привлекаем корпорации, входящие в Роскосмос, потому что у нас в этом году и много технических специальностей, и Бауманка присоединилась. Поэтому заходите, пожалуйста, на Яндекс. Это наш партнер, технический партнер. Там представлена вся информация. Есть демонстрационные версии заданий прошлого года. Плюс к этому, в этом году у нас идет очень мощная образовательная программа, потому что по каждому направлению мы проводим три вебинара. Кроме вебинаров мы рекомендуем онлайн-курсы, которые есть на открытой платформе образования, которые есть на Курсере. Мы рекомендуем учебники, чтобы была возможность подготовиться и чувствовать себя уверенно. Спасибо. Я один уточняющий буквально вопрос себе позволю. Вот вы назвали сейчас достаточно серьезных работодателей. Понятно, что Олимпиада молодая. Большой истории у нее еще не существует. И все-таки вот эти работодатели, участвуя в разработке вопросов, заданий Олимпиады, они нацелены на то, чтобы победителей этих Олимпиад потом как-то рассматривать в качестве своих потенциальных сотрудников. Вы знаете, все работодатели, о которых я сейчас упомянула, они с нами работают очень плотно. И идея заключалась именно в том, что если ты, как работодатель, участвуешь в разработке заданий, и человек побеждает по этому направлению, то, конечно же, ты его ждешь. Поэтому, например, ВТБ в этом году, в первый год Олимпиады, был готов принять на стажировке 100 дипломантов. Соответственно, стажировка 2 месяца, 40 тысяч рублей в месяц. Сбербанк без ограничений был готов принимать дипломантов, оплата примерно такая же. Трубнометаллургическая компания активно принимает дипломантов. То есть это не то, что витрина, а внутри мы понимаем, что ничего. Это работодатели, которые очень ждут молодежь. Но проблема заключается в другом, что работодатели вас ждут, а вы к ним не идете. И в этом году у нас случился казус, которого мы никак не ожидали, потому что предложения работодателей в разы превысили количество желающих пойти на стажировки. Приведу простые цифры. 2030 человек стали дипломантами Олимпиады первого года. После этого у всех, соответственно, личный кабинет на Яндексе. В личный кабинет пришло письмо с вопросом, «Ты стал дипломантом, поздравляем, скажи, пожалуйста, хочешь ли ты пройти стажировку? И напиши, пожалуйста, команду своей мечты, чтобы не мы тебя куда-то заманивали, а просто напиши, о чем ты мечтал». Значит, первое, что меня удивило, на это письмо ответили далеко не все. Из 2030 человек это было чуть больше 1200. Дальше началась длительная переписка. И вы знаете, для меня было огромным удивлением, тем, что реальное намерение пойти на стажировку и вышли в результате на эти стажировки, было всего лишь 434 человека. То есть, представляете, из 1200. Причем, когда мы только стартовали, я, честно говоря, думала, что мы умрем. Потому что я думаю, сейчас придет 2000 человек со всей страны, и мы должны за очень короткое время просто осуществить невозможное. Потому что понятно, что у нас нету личных теплых контактов с каждым работодателем по всей стране. 85 регионов, это вам не шутки. Но вы облегчили нашу участь. Благодаря вашей лени, благодаря вашей любви к себе, благодаря вашему нежеланию выходить из зоны комфорта, благодаря вашему инфантилизму. В общем, ребята, я вам благодарна. Потому что если бы вы такими не были, мы бы умерли и сегодня не встретились. И поэтому оказалось, что я-то думала, придется уговаривать работодателей, а пришли мы к тому, что я сейчас буду уговаривать вас. Потому что Олимпиада шагает по стране, количество работодателей увеличивается. Они приходят и говорят, возьмите нас, мы хотим этих умных. Но эти умные пока еще не поняли, как стать профессионалом. Вот хорошую тему вы затронули. Если позвольте, я тогда к Михаилу Мичу, вот с таким вопросом бы хотел обратиться. С вашей точки зрения, какие есть стереотипы сегодня в представлениях современных молодых выпускников о работодателях? Что может сдерживать? Названные сейчас цифры, факты, говорят о том, что чего-то там мешает, наверное, что-то не так в представлениях. А может, все так. И, соответственно, у работодателя, вчерашних студентов, какие существуют стереотипы, предубеждения? Да, спасибо, Леонид Григорьевич. Мы как раз вот здесь немножко помониторили наших студентов. И, может быть, они дополняют то, что я отвечу на ваши вопросы. Но вот, например, на вопрос, какие самые яркие стереотипы у молодых выпускников о работодателях ответы распределились так. Берут на работу только с опытом работы, берут на работу только по блату, если берут, то на низкооплачиваемой должности, или четвертый вариант будут загружать сверхурочно, ну, спасибо, работать. Стереотипы работодателя о выпускниках с точки зрения наших студентов такие. Первое. Выпускники не умеют, не хотят работать, а при этом хотят очень много получать. Во-вторых, выпускники ни черта не умеют, нужно заново всех обучать. В-третьих, выпускники не любят рутинной работы. И четвертое. Выпускники приходят к нам на работу временно. Так ли? Так, вот, Валерия Александровна, а может действительно, вот один из вариантов ответов, он такой, как бы на поверхности действительно лежит, может действительно работодатели просто мало предлагают? Они, может быть, рассматривают, ну, как вот, да, дешевую рабочую силу, да, да еще и сверхурочно. Вы знаете, вот из всех стереотипов, которые были перечислены в отношении студентов по поводу поблату, вот и все остальное, вот могу честно сказать, да, это стереотипы. Вот то, что было сказано в отношении работодателей, из всех стереотипов, вот один не является таковым. Это некая черта современного поколения, и это уже вот по результатам исследований, лаборатории политических исследований Высшей школы экономики, которой я руковожу, по поводу того, что это поколение совершенно не хочет рутинной работы. То есть это поколение, это я сейчас про вас скажу немножко, чего вы хотите. Первое, самореализоваться. И когда вы думаете по поводу работы, это самое главное, что у вас в голове сидит. Соответственно, самореализация зависит от того, как бы, что у вас внутри, что вы для себя считаете правильным, системы ценностей. Но первое, это самореализация. Дальше, должно быть интересно. Если это неинтересно, у вас интерес тут же пропадает, вы гаснете, вы просто, вы не можете себя заставить, вы не можете себя перебороть, вы вянете, киснете, тухнете, ну, в общем, все, вы вот просто, это не для вас. Вот. Вы, конечно, не хотите работать с 9 до 6, потому что нормированный рабочий день для вас тюрьма. Вот вам просто кажется, что это все, умереть и не встать. Поэтому все, что касается фриланса, это идеальный вид работы. Не учиться не хочется. При этом, при этом вы можете работать даже больше, чем с 9 до 6, но ощущение того, что вы сами себе вот голова, и хочу там всю ночь работаю, потом сплю до полудня, это, опять же, ваше. Вот. И еще одна черта вашего поколения, у вас тяжело складывается с долгосрочными, долгоиграющими проектами, поскольку у вас так выстроено поведение, что вы сейчас очень жаждете быстрой оценки и быстрого получения результата. Поэтому, если вы хотите, это вам уже совет даю, когда вы станете сами работодателями, а вслед за вами идет поколение еще более непуганное, чем вы, то если вы хотите быть успешным менеджером, то никогда не давайте большое задание. Никогда не говорите, вот сейчас тебе дают задание, супер крутое, встретимся через 2 месяца. Знайте, через 2 месяца все будет по нулям. Не делайте такой ошибки. Значит, встречи вы назначаете не реже, раза в неделю. И каждую неделю, встречаясь, вы гладите по голове, даете конфету и говорите, ты супер. Вот это будет равняться числу лайков, которые вы получаете в ваших постах в соцсетях. Потому что вы прекрасно понимаете, что вы живете, постоянно ожидая оценки. Крутой пост – много лайков. Не крутой пост – нету лайков. Вот здесь вот то же самое. И когда мы это рассказываем сейчас работодателям, о том, что вы должны выстроить совершенно иную систему мотивации, вы должны перейти к другому пониманию вообще психологии тех кандидатов, которые вот к вам приходят сегодня. Они очень расстраиваются, потому что вся их корпоративная культура, корпоративные университеты по повышению квалификации, там, тимбилдингу, там, тролливали и все остальное, они вообще были про другое. Они не понимали, что теперь они должны стать вожатыми, о том, что теперь у них должна быть геймификация всего трудового процесса, потому что только тогда они могут вас завоевать. Поменялась психология, психология восприятия, отношение к делу. Я вот буду рассказывать на тренинге, который мы проводим, о том, что то поколение, которое присутствует сейчас в этом зале, это поколение, которому в роддоме, в ваше обеспечение компьютерное, вложили чип, который сильно отличается от чипа, который в роддоме был выдан вашим родителям. А ваши родители – это тире работодатели. И поэтому вот поколение до вас, оно, помните, как это в Маугли, мы свободные крови, они друг друга понимают, потому что у них есть чип со словом «надо», а у вас есть чип со словом «хочу-не хочу». И поэтому, когда работодатель, который привык, ну, это же «надо», и коллектив откликается «надо», а вы говорите «кому надо, зачем надо, не хочу». И они не понимают, как им вот с вами вообще общаться. И на самом деле, это, знаете, такая тема для совместного мозгового штурма, чтобы вы рассказали, где у вас эта волшебная кнопка, на которую надо нажать, чтобы у вас было «хочу», «могу», «буду», и вот всё остальное. Перерабатывать – буду, работать – буду. Поэтому это ещё вопрос следующих исследований. Вот очень, да, красиво и правильно, наверное, и всё-таки работодатель тот, который есть. Его не поменяешь в одночасье. Более того, с учётом изменений пенсионного возраста, он ещё долго будет работодателем теперь, да? Михаил Дмитриевич, как вы думаете, что делать с этим альтернативным взглядом работодателя на вот то, какой есть сегодня? Спасибо, Алина Григорьевич. Я с Валерой Александром, кстати, согласен, я просто по-философски могу сказать. Это поколение – дети потребительского общества, а потребительское общество – это принцип здесь и сейчас, а не завтра, послезавтра и надолго. Но я не думаю, что здесь надо идти только на поводу у работодателя, а работодатель только на поводу у своих будущих работников. Лучшее решение – это, наверное, компромиссное решение. и какое оно будет, я, честно говоря, не готов сейчас сформулировать, но ясно, что Валерий Александр права. Без учета вы еще добавьте клиповое сознание у работников. Ну, это все их так обижают, поэтому я не хочу про это клиповое сознание говорить. Ну, я еще аккуратно говорю после ваших слов. У нас, кстати, студенты не самые плохие в институте. Но этого я тоже не говорила. Здесь можно поаплодировать, чтобы лучше. Они иногда и мобилизовываются, и делают долгосрочные проекты, и вообще молодцы. Это, я говорю, не для красного словца, они сами об этом заявят. Но, повторяю, работодатели не могут этого не учитывать. Впрочем, эта проблема не только работодатели, это проблема в сфере образования. Ленин Григорьевич, как руководитель образовательного учреждения, тоже, надеюсь, со мной согласится. Ну, здесь надо какие-то искать. Вот, я думаю, компромиссной формы, чтобы и будущие работники понимали, что работодатели вот так просто не поменяешь. Ну, понимаете, в чем дело? Ведь Олимпиада, она же надолго, и поэтому мы воспринимаем ее как один из инструментов гармонизации отношений. То есть, мы считаем, что в данном случае одна из наших задач это рассказать работодателям о том, что, ребят, придется меняться, но и рассказать вам, что не бывает всего и сразу. Потому что мы, например, скрываем ряд проблем, о которых даже не подозревали. Это, например, ваша самооценка. Вот перед началом нашего эфира вас долго просили занять первый ряд. Я вам сразу сказала, что у меня исследовательский интерес, и для меня, например, это сразу показатель заниженной самооценки. Потому что можно, конечно, там различные психологические теории приводить, куда мы идем, входя в зал направо или налево. Но я вам четко могу сказать, что если человек садится на первый ряд, у него сразу есть заявка на успех. Потому что он хочет заявить о себе, он хочет, чтобы его увидели, он хочет сказать миру, что вот он я, посмотрите, я есть, а не прятаться там на галерку. Поэтому психология галерки, она никуда не делась. Это первое. А в ходе Олимпиады у нас, знаете, было много всяких случаев. Первое, это завышенная самооценка. Как правило, это всегда неадекватная оценка, потому что человек считает, что он такой хороший, ему надо все и сразу. И поскольку его до этого очень сильно любили родители, хвалили в школе, ставили на табуретку, он читал стихотворение, и все аплодировали, то теперь он пришел к работодателю, и тот почему-то должен делать то же самое. Работодатель не делает, человек обижается. Человек обижается, почему у него сразу не зарплаты, как у генерального директора. Ну, обидно так становится, недооценили. Это первое. Второй пример, это когда на заниженная самооценка, и когда у человека действительно хороший потенциал, но он почему-то начинает себя сам прессинговать, и сам упускает массу возможностей, которые перед ним открываются. Поэтому, опять же, задача Олимпиады гармонизировать и самооценку молодых людей в том числе. А по поводу потребителей и прочего, прочего, я сначала тоже наезжала и говорила, вот какие потребители, вот какие они, а потом поняла, что у всех вопросов к себе, потому что эти потребители выращены нами, это наши дети, и они ровно такие, какими мы их воспитали. Поэтому, например, следующий исследовательский ракурс для меня и задача, как сделать так, чтобы родители перестали портить своих детей. Потому что, с одной стороны, эти родители очень многое в своей жизни прошли. на их либо становление, либо уже такой зрелый возраст пришелся распад Советского Союза, развал экономики, каждый выживал как мог, они прошли шоковую терапию, они могут все. Хотите фонарные столбы ставить, будут ставить фонарные столбы. Шить, вязать, печь, я не знаю, асфальт укладывать. И не важно, кто ты, кандидат наук или кто-то там еще. Но была большая школа жизни. И почему-то родители, которые все это прошли, они решили, что теперь они должны сделать максимум для своих детей, чтобы у них была настолько комфортная и хорошая жизнь, чтобы они никоим образом не страдали. Вдруг у них чего-то произойдет. И они прикладывают максимум усилий для того, чтобы отстрочить вашу встречу с реальностью. Ты только не работай, ты учись, я за тебя поработаю. Подожди, 18 лет, если можно, машину купим. С жильем вопрос, будем с жильем машины вопрос решать. Там какие-то шмотки, гаджеты. В зависимости от достатка семьи вы получаете соответствующие блага. Но психологическая установка на то, что я сделаю для тебя максимум возможного, она сохраняется независимо от материального достатка в семье. И в результате получается, что вы парниковые, абсолютно парниковые дети. Такие вот цветы жизни. И в отличие от ваших родителей, у вас нету таких мощных мотиваторов, как были у них. То есть многое в жизни поменялось, и система ценностей поменялась. Когда-то там, не знаю, мечтали купить Жигули или Волгу максимум, построить дачу и кооперативную квартиру. Сейчас же мы с вами видим, что совсем все по-иному. Как бы вообще нынешняя молодежь говорит, да много вот не надо. Я вот могу по-разному к этому относиться. Поэтому здесь опять же надо понимать, что да, есть очень мощные поколенческие вот такие моменты, которые отличают вас от предыдущих поколений, но последующее за вами поколение, оно же еще, как бы скажем, хуже, чем вы с точки зрения работодателей. И более того, общаясь с вами, я, например, очень часто слышу, когда вы сами рассказываете про своих братьев и сестер, которые сейчас учатся в школе. Вот поднимите руку, у кого есть братья и сестры? Школьники. Вот часто слышу, когда говорят следующее, ну мы-то нормальные люди, а они-то, ну что вообще, что с них взять? Они же вообще вот, ну вы посмотрите вот на нас и посмотрите на них. Вот. И поэтому я прекрасно понимаю, что мы живем в очень интересное переходное время, когда надо всем к этому адаптироваться. Спасибо. Ну вот по поводу вашего исследовательского заключения можно было бы поспорить за ниженную самооценку. Может быть это рациональная осторожность. Сядешь на первый ряд, что-нибудь случится, вот, заставят прыгать, бегать. А вот, кстати, обращаясь к залу, давайте вот обратимся. Вы так вот обозначили, не очень знаем, что хотят на самом деле, а вот что на самом деле, давайте спросим. Вот первый ряд пускай как раз и ответит, например. Да, здравствуйте всем, меня зовут Камал, я бы хотел просто спросить и в какой-то степени... Вы вначале скажите, что вот вы видите в качестве, ну, цели, скажем, сегодня, сегодня? Сегодня я хочу узнать вообще, что хотят работодатели от нас, от студентов в какой-то степени, да, я сам... Я еще обучаюсь, являюсь студентом четвертого курса, но совсем скоро я понимаю то, что мне тоже выпускаться и нужно устраиваться на работу. И в этой связи я бы хотел, например, обозначить проблемы некоторые, которые существуют, как я понимаю, сейчас в нашей среде именно студенческой. Это, во-первых, мне кажется, ну, вы обозначили то, что мы ленивые, мы действительно ленивые, я это признаю, мне кажется, все коллеги признают, но студенчество это такая пора, очень много возможностей и кажется, что все двери открыты. На самом деле, я считаю то, что именно со студенчества все начинается, надо именно пользоваться теми моментами, которые есть, теми возможностями, а зачастую мы просто некоторых вещей просто не знаем. Вот то же самое Олимпиада, я профессионал, я на нее подался, но я ее сам искал, я ее где-то искал в интернете, забивал, я ее слышал, но она не распространена. Это первая проблема. То есть у нас мало информации, она недоступна, нужно по социальным сетям пускать, а зачастую это просто интернет-сайты. Вторая проблема в том, что у нас мало контактов с самими работодателями. Мне кажется, студенты, они не понимают сути некоторых профессий, которых они сами хотят добиться, например, или учатся на некоторой профессии. Они не понимают, в принципе, суть работы, смысл работы, в том плане, что у нас вот, да, проходят ярмарки вакансии, да, мы пришли один раз, но не все студенты. То есть нам надо этот контакт в какой-то степени делать постоянным и доступным, чтобы я, допустим, человек четвертый курс, я обучаюсь, я понял, что мне предстоит конкретно, первое, второе, третье. И третий момент я бы хотел отметить, то, что, да, поколение, как вы сказали, ну, во-первых, мы сказали, ленивое, во-вторых, просто у нас сейчас очень большой информационный поток, это надо признать, и у нас внимание очень сильно рассеяно, да, поэтому и есть вот такие краткосрочные цели, но здесь, мне кажется, нужно найти просто такую изюминку, которая бы поставила задачу правильную, чтобы мы могли вот эти краткосрочные цели сделать долгосрочными, именно достижением каких-либо. Я сам являюсь руководителем студенческого совета, понимаю то, что людей очень сложно мотивировать в некоторых проектах, и мотиваторами иногда зачастую служит, ну, грубо говоря, плеть, да, а так не должно быть, то есть мы должны уметь мотивировать, и здесь очень важно найти баланс в плане, вот, ты выполнил эту часть проекта, да, допустим, именно работы, тебе будет то-то, это я вот сам как руководитель, например, я зачастую использую такой мотивационный ход, дальше ты выполняешь это, тебе будет то-то, то есть сейчас… Это конфетки, про которые я говорю. Да, вот те же самые конфетки, но просто у нас сейчас избалованное поколение, я это признаю, и многое, вы сказали правильно, то, что многое идет от семьи, и если в семье не заложен этот, скажем так, трудоспособный ребенок, который может долго, упорно трудиться, добиваться долгосрочной цели, долго, упорно идти к тому, что он поставил перед собой, то это будет сложно в будущем, и я сейчас, например, сам не до конца понимаю, чем я буду заниматься после выпуска своего, но понимаю то, что много усилий нужно приложить, и мне кажется, все наши коллеги понимают, что просто так нельзя взять и заработать больший день, который мы хотим, нужно трудиться упорно, просто возможно, мы, наши идеалы поменялись в том плане, что мы видим некоторый опыт, когда люди просто, например, сейчас очень легко зарабатывать на ютюбе, на инстаграме, когда люди просто приходят и раскручивают свой канал, и зарабатывают бешеные деньги на рекламе, то есть мы привыкли к тому, к легкому, можно сказать, заработной, к легкой заработной плате, относительно легкой, это же не сидеть в офисе с 9 до 6, допустим, и делать бумажную работу, снимаем видео, вайны заливаем, накручиваем подписчиков, миллион подписчиков набрал, у тебя уже реклама идет, допустим, одна реклама, 200 тысяч рублей, это просто вот такой пример. А вы пробовали такой канал заводить? Как-то так вы легко сказали, да, вот снял видео все, то есть видео не просто. Имея в виду просто в том плане, что у нас есть. Просто сидеть. Я сам не пробовал, но я знаю просто тех людей. А, ну, 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 нет, нет, стоп, такой момент. Спасибо, спасибо, вот давайте, давайте вот мы про эту севу немножечко поговорим, просто раскроем ее. Хорошо. Это было легко делать 10 лет назад, когда все только начиналось. Соответственно, либо у тебя была очень хорошая интуиция, и ты понял, что это попрет, ты туда вложился, и сегодня ты зарабатываешь на рекламе, имея миллионные подписчики. Все, кто сейчас хотят пойти в эту индустрию, понимают, что ниш настолько мало, и ты должен настолько четко понимать свою целевую аудиторию, что это уже просто профессионализм, хай-класс, потому что по большому счету все разобрано. Но вы вычеркиваете вот эту вот часть, когда, условно говоря, понять, что сейчас это сделать не так просто, но смотрите на позитивный пример, как человеку это удалось. И вот благодаря этому у вас же сформировано очень сильно еще демонстративное поведение. Почему у вас так востребованы все ютуб-каналы, видосы, все, что с этим связано? Потому что вам кажется, что можно быстро заявить о себе, показать себя миру, а для вас это синонимично тому, что я не буду молью, я буду индивидуальностью, а вы хотите быть яркими. А это, по большому счету, вам кажется, легкий путь к вот обретению такой вот самости, яркости, самобытности какой-то. Вот я вот буду вот брендом, становление брендом. И, конечно, вы на это ведетесь. Понимаете? Теперь по поводу того, что хочет работодатель и с точки зрения именно вот профориентации. Очень хорошо, что вы про это сказали, потому что не в бровь, а в глаз. Первое. Работодатель от вас хочет, чтобы вы к нему пришли осознанно, чтобы вы пришли, например, в компанию, любую там, назовите мне ее, Акбарс, куда хотите, Билайн, любую компанию. И сказали, дорогой Билайн, я долго думал, кому мне пойти. Я провел анализ МТСа, Мегафона и кого-то там еще. Это не реклама. Нет, не реклама. Это примеры. Нет, можем говорить рога и копыта. Я пришел в рога и копыта, я провел анализ копыт и рогов, без копыт и без рогов, неважно. И я понял, почему я хочу работать у тебя. И дальше вы рассказываете, почему вы хотите. Вот тогда работодатель говорит, да, да, потому что ты пришел ко мне. Ты пришел не просто так. А сейчас что происходит? Из личного опыта говорю. Приходит человек на собеседование, чтобы рекламы не было, не называю компанию, очень крупная компания. Проходит собеседование в нескольких отделах. После этого, на самом деле, работодатель думает, что он смотрит сотрудника. Значит, в одном отделе, тралливали, было там 3 или 4 отдела. Молодой человек выходит и говорит, хорошо, спасибо, я подумаю. Работодатель удивляется, не может понять, о чем он подумает, потому что работодатель думает, что это он сейчас подумает, в какой отдел его пригласить. А все наоборот, потому что молодой человек сказал, я подумаю. Ему говорит, извините, но я хочу понять, с кем из вас я хочу работать. Вот тут вот работодатель оказывается в ситуации, такой, знаете, это пауза, как у Станиславского, они держат паузу, потому что им надо сохранить лицо, потому что они-то думали, что все наоборот, а жизнь перевернулась. Вот, и получается именно так. Теперь, ну, как бы кто кого выбирает, то есть вот как работодатель хочет, да, и как хотите вы. Значит, теперь, что касается профориентации, на 100% с вами согласна, потому что у нас, наверное, самой распространенной ситуации бывает, что человек, отучившись, получает диплом, где написано, например, у меня, например, сейчас работает сотрудница с дипломом материаловеда, закончившая МИФИ, которая честно мне говорит, вы знаете, вот мы закончили, но я не знаю, где работают с этим дипломом. Поэтому она сейчас работает в Олимпиаде, я профессионал, занимается HR-ом, трудоустройством таких несчастных, как она, на стажировке. И чтобы этой ситуации не было, мы, конечно же, должны начинать раннюю профориентацию, потому что, как я говорю, у нас самые счастливые люди в стране, которые знают, где им работать, вопрос в том, хотят или не хотят, здесь не стоит. Это учителя и врачи, потому что они, по крайней мере, четко уверены с местом своей работы, не перепутаешь. Если ты врач, сам уж выбирай, как ты пойдешь в больницу, не пойдешь, или учитель. А у всех остальных большие вопросы. И поэтому мы сейчас в ходе регистрации на Олимпиаду проводим экскурсии на разные предприятия, чтобы было вообще понимание, что это такое. И теперь, что касается, известно Олимпиаду или нет. Я с вами согласна, что, конечно, известность надо накручивать, как бы наращивать, но прошлый год мы получили 295 тысяч заявок на Олимпиаду. 295 тысяч. Вот на сегодняшний день у нас их уже 170 тысяч. Мы начали регистрацию 26 сентября, впереди еще там чуть меньше месяца. Так что я надеюсь, что после нашей встречи вы зайдете в Инстаграм, ВКонтакте, в Фейсбук, на Яндекс и поймете, что мы там есть. Посмотрите историю успеха других ребят, которые принимали участие. И сможете тоже стать нашими друзьями, оказаться в нашей песочнице. Спасибо. Вот вы сейчас затронули достаточно интересную тоже проблему. Михаил Ильич, вот в связи с этим хотел бы поинтересоваться вашим мнением. Тема дипломов. Там что-то действительно написано. Вот что, на ваш взгляд, сегодня важнее? Что написано в дипломе? Цвет диплома? Красный, синий? Какие они еще бывают? Опыт работы, который ты накапливаешь, некое портфолио, пока находишься в стенах своего вуза. Ну или в конце концов, вот вспоминали знакомство, блат, там еще что-то. Родители. Родители. Ну могу ответить так, что, мне кажется, надо подходить дифференцированно. Диплом, в том числе, его цвет, важен для отраслей, ну таких высокоинтеллектуальных, связанных с работой в науке, в сфере образования и так далее. Если человек вот планирует так плавно идти дальше, магистратура, аспирантура, кандидатская и так далее, здесь, конечно, ну, диплом играет свою роль. Если человек хочет сразу идти в сектор реальной экономики, там, духовного или общественного производства, особенно в таких прикладной и практикоориентирной отрасли, ну, показывать, что работодатель не очень склонен там смотреть на красноту или синеву дипломы, важны ваши практические компетенции. Я могу повести даже случаи, когда, да это вообще общемировая проблема, когда дипломы даже выдающихся учебных заведений запады у нас для работодателя ничто по сравнению с тем, как вы реально можете вот здесь и сейчас встать на рабочее место и реализовывать те компетенции, которые требуются для успешного ведения бизнеса, там, развития учреждения и тому подобное. Ну, что касается родителей, папы, мам, там, протекционизма, ну, тоже, мне кажется, может, я ошибаюсь, все-таки, по крайней мере, в нашей стране, на Западе это уже давно, в этом направлении движется, все-таки фактор родителей блата уходит назад по сравнению с реальными компетенциями человека, но, наверное, в целом ряде регионов и отраслей родительский фактор играет свою роль. Общий ответ, Леон Григорьевич, может быть такой, лучше всего, конечно, когда три в одном, и диплом красный, и руки золотые, и папа с мамой еще могут немножечко так подтолкнуть. Да. Не просто. Вот, кстати, у вас есть что добавить? Я просто по поводу, вот, хотела прокомментировать, услышанное, что, вы знаете, зачастую человек прикрывает свою пассивность, рассказывая о том, что кругом плат, никого не берут, то есть, это такая позиция слабаков, потому что даже если ты просто зайдешь на сайты крупных компаний и посмотришь вакансии, которые там есть, то я вам хочу сказать, что сейчас существует огромный кадровый голод. У нас в стране, особенно на квалифицированных специалистов, вас с руками оторвут. И поэтому, почему название «Я профессионал»? И почему мы уверены, что независимо от того, что ты для себя выбираешь, то есть, главный-то посыл какой? Не будь конъюнктурщиком, не ищи, условно говоря, ту профессию, за которую якобы много платят. Нет таких профессий. Это иллюзия, что буду я экономистом и буду много получать, или буду я юристом, и будет у меня высокая зарплата. Это, опять же, понимаете, вот великий миф. Самое главное, чтобы ты был профессионалом. Сами подумайте, вот опыт ваших родителей, или там, вспомните, школьный опыт, репетиторов как передают, которые хорошо готовят. С рук на руки. Врачей хороших как передают? С рук на руки. Говорит, хороший врач. Почему он хороший? Потому что он профессионал. И так во всем. Поэтому, понимаете, сейчас нужны какие юристы? Хорошие. И все остальные специалисты тоже нужны хорошие. Отсюда, вот прежде всего, я профессионал. И по поводу, вы знаете, дипломов и всего там остального. У меня такое ощущение, что в последнее время вообще учеба, она стала очередным прикрытием. Человек готов учиться в бакалавриате, в магистратуре, еще в одной магистратуре. Лишь бы, лишь бы продлить свое вот это вот детство, такой вот инфантилизм. Поэтому я прекрасно учусь, у меня все дипломы красные, все дипломы красные, а работать я не умею. И поэтому получается, что существует человек с множеством дипломов, он непригоден к работе. А человек, который, может быть, был, я не знаю, там с четверочки на троечку, но успел какие-то навыки еще набрать, вот как раз про которые и хочется говорить, которые необходимы. Это умение общаться, умение работать в команде, умение быть коммуникабельным, ответственность. Вот это то, что надо прежде всего вообще по жизни. Даже не работодателю, а просто по жизни. Знать языки я бы еще добавил. Но это уже, знаете, как гигиенический минимум. Как бы мы же не говорим о том, что надо чистить зубы. Вот мне кажется, в отношении иностранного языка это уже вот примерно такой вот гигиенический минимум. Спасибо. Вот продолжив вашу с рук на руки, а студенты передают с курса на курс, да, вот таким образом. Не зря вспомнил, дорогие, да, студенты, участники нашей сегодняшней дискуссии, если у вас возникает вопрос, вы давайте знать, микрофон свободен и пожалуйста, задавайте их. Или если у вас контраргументы, дополнительные аргументы, будем рады их услышать. Но вот вы сейчас начали тему, хотелось бы ее чуть-чуть усилить. Вот вы представители двух ведущих российских университетов. И вот действительно хочется понять, от вас услышать ваше видение того, что университет, вуз, система высшего образования должна все-таки дать вот учащемуся студенту академические знания или готовность, нацеленность на карьеру. может быть, я бы такую стихотомию не выстраивала. Может быть, университет и другая миссия сегодня становится, академизма добавить в знаниях, в том, что имеет выходец из школы, откуда пришел студент. Ну, вот смотрите, у вас сейчас в университете сколько тысяч? 47 примерно? 45-44. Ну, 45, да. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, сколько российской экономики надо академиков? Ну, при таком... Ну, если бы у нас было 45 тысяч академиков, наверное, было бы неплохо. Ну, я понимаю, но не каждый год мы их будем выпускать, да? А вы такие не одни, правда же? Федеральных университетов сколько по стране? Вот сейчас давайте, вот мы академиками наполним. Поэтому, когда бы мы с вами говорили про... Ну, мы даже не про академиков, а про академические знания, некоторые фундаментальные знания. Вы понимаете, в чем дело? Здесь надо четко понимать, если мы с вами говорим про какие-то технические специальности, где мы с вами без этих академических фундаментальных зданий просто дальше не пройдем, да? Это один подход. Мы даже с вами понимаем, что по срокам написания кандидатской диссертации у нас с вами будет большое отличие между гуманитариями и технарями. Поэтому, что здесь сравнивать? Давайте общий совет, условно говоря, по всей больнице, чтобы у нас была общая температура, тоже не получится. Но, в чем я уверена, независимо от того, кто ты физик или лирик, ты должен четко понимать, в какую отрасль ты потом сможешь внедриться и где ты будешь реализовываться. Поэтому, мне кажется, что у нас зачастую существует отрыв академических знаний от реальной жизни. И поэтому, когда у нас студенты со своими академическими знаниями выходят в жизнь, то жизнь им говорит, парень, но это уже, знаете, вот прошлый век, у нас сейчас тут совершенно по-другому жизнь устроена, мы совершенно другим занимаемся. И что делать? Поэтому здесь должна быть очень плотная стыковка высшего образования наших академиков и представителей ведущих компаний, тех отраслей по тем направлениям, по которым вы живете и работаете. Поэтому, например, я как преподаватель, я политолог, я преподаю у политологов. Ко мне приходят студенты, такие же, как и вы, которые вообще не понимают, с чем это едят, но им нравится политика. То есть им нравится политика, им это интересно, но куда потом, они не понимают. И я считаю, например, что наша задача с первого дня рассказать, что это такое, чтобы не было иллюзий, чтобы человек до четвертого курса, не жил какими-то мечтаниями. И мне кажется, это должно быть в каждой профессии. Потому что либо ты понимаешь, что да, это мое, либо, как я уже сказала в самом начале, вы не делаете то, что вам не нравится, вы начинаете вянуть, отсюда появляются хвосты, задолженности и всякие проблемы, плохое настроение. Но менять же можно, но это же не на всю жизнь. Я вообще считаю, что человек создан для счастья. Вот мое глубинное убеждение, что человек по жизни должен делать только то, что ему нравится. потому что сначала у вас будет очень сложная ситуация найти, что вам нравится. Я, например, считаю, что я счастливый человек, что у меня так получилось. Я сразу нашла, что мне нравится. Вот у меня не было там, например, мучений, что, ой, господи, куда я поступила, где я учусь, как тут можно еще мучиться, столько-то времени тянуть. Вот мне было по жизни хорошо. Вот как-то у меня так складывалось. Но если вы понимаете, что вам не нравится, я считаю, надо менять. Потому что большой залог успеха не пробивать дверь, которая закрыта, а войти в соседнюю, которая открыта. Если ты нашел себя, вы понимаете, вот по жизни обычно так складывается, у вас выстраивается вокруг вас обстоятельства, люди, информация, что вам начинает вести. Вот я считаю, что если вы поймали свою волну, поняли, что вы, свое предназначение, и пошли по этому пути, вам начинает вести. У вас улучшается настроение, у вас начинают силы появляться. Вы понимаете, что в сутках не 24 часа, а намного больше. Но для этого надо себя найти. Поэтому вот главное, мне кажется, вот в этом заключается. А высшее образование, академическое, неакадемическое, оно потом уже вами будет, как бы, знаете, вот вы будете подсасывать эту информацию. Потому что, конечно, главная задача вуза научить учиться. Я не перестаю говорить, что не надо тешить себя иллюзиями, что в 21 веке обучение закончится с получением диплома. Ничего подобного. Это же тоже гигиенический минимум стало. Ничего подобного. Поэтому не тешьте себя иллюзиями. Вы теперь понимаете, что вы учитесь всю жизнь. Но поскольку жизнь, она одна, ее надо прожить так, чтобы не было мучительно больно. Поэтому получайте от этого удовольствие. Спасибо. Ихолмич. Ну, я поддержу, Валерия Александровна, в этом отношении полностью, но лишь добавлю, что установка на long life learning, на постоянное, пожизненное обучение, это установка, которую как раз должен дать университет, университетское образование. Отсюда следует, что Валерия Александровна права. Если вы считаете, и поймали себя, что вот с первых лет бакалавриат, это ваше, тогда надо долбить. Но даже если долбите вы в правильную сторону, это вам в кайф, все совмещается, все равно надо иметь в виду, по крайней мере, несколько обстоятельств. Первое. Рынок очень изменчив, и к моменту выхода с красным дипломом, умным, кайфовым, вам вдруг говорят, конъюнктура изменилась, мне больше не будет. Второе, что я испытал на себе, и Валерия Александровна права, вас поведет в другую сторону. Но мог ли я подумать, заканчивая с красным дипломом, элитную специальность физического факультета, теоретическая физика, у меня в дипломе ни одной четверки, что я со временем стану доктором философских наук, директором одного из крупнейших гуманитарных институтов. И я не хочу похвалиться, физфакт дает путевку в жизнь людям, которые становятся успешными от людьми физики. Один пример, Камиль Шамильевич из Хаков, наш мэр, который стал политическим деятелем, и наш коллега уже с Мехмата, известный предприниматель, общественный и государственный деятель. Альберт Шамилов-Фахруддинов, кулон строй и так далее. Хотя в свое время, повторяю, мы вместе там очень успешно брали интегралы, значит, считали детерминанты матрицы и так далее. Но люди нашли себя. Но для этого практический совет надо уже на студенческой скамье как бы для страховки присматривать. А что бы можно еще выучить на других направлениях? Параллельное образование, курсы переподготовки и так далее. Если вдруг вот эти два обстоятельства сыграют свою роль. Если вас поведет, а если поведет, то старая станет каторгой, и Валерий Александр права. Надо работать со счастьем в душе, а не только даже за большие деньги. Или рынок изменится. А у вас как раз тут и второй диплом есть, может быть, по близким направлениям подготовки. Ну уж, а если кто чувствует совсем не мое, ну тут надо, конечно, сразу ориентироваться на второе образование. Потому что, поверьте, Валерий Александр права, значит, большой иллюзией считать, что вот вы как политолог, как социолог, как теолог, как религиоз, как журналист и медийщик, это все вот по группе жизни до пенсии, вы будете успешны в этом вопросе. Скорее нет, чем да. Поэтому учиться и страховаться. Иначе можете остаться у разбитого корыта. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Есть ли вопросы? О, ну микрофон вам в руки, что называется, да? Здравствуйте, меня зовут Маргарита, я студентка второго курса телевидения, и вот на втором курсе я нашла то, куда я хочу пойти работать, это КФУ, департамент пиара и рекламы, и я вот жутко хочу там работать. То есть, вот это вот про наука, мост, все, что происходит в этом департаменте, мне очень нравится. И я как-то пришла, там освободилось место, я говорю, возьмите меня, пожалуйста, я уйду на заводчика, только возьмите меня. Мне говорят, ну закончи сначала высшее образование, приходи. И вот я думаю, а доживу ли я, ну, место-то займут, а что мне делать-то дальше? Вот я хочу там работать, а там уже места не будет. Ну, вы знаете, мне кажется, что в вашем случае самое ценное, что может быть, это расширение кругозора. Потому что все, что связано с пиаром, медиа, коммуникациями, это настолько динамично развивающееся направление вот сейчас в наши дни, то есть мы все с вами этим живем, что вам необходимо просто повышать свою личную капитализацию. Поэтому, пускай ваша мечта будет вместе с вами, но я бы сейчас использовала все возможности для того, чтобы попробовать себя вот где только можно. Поэтому это могут быть информационные агентства, это может быть, опять же, телевидение, это может быть не только студенческое телевидение. Но когда вы приходите к своим коллегам уже и говорите, у меня есть диплом, и плюс к этому я пробовала и то, и то, и другое, и знаю, как это делается, и даже могу написать сама пресс-релиз, и меня учить уже не надо, то я считаю, что это очень хорошо. Не торопитесь, потому что иногда получается, что вы очень торопитесь, и как бы сами занижаете себе планку, потому что вы придете, и с таким бэкграундом всяко вы окажетесь на технических каких-то позициях. А в данном случае надо использовать высшее образование для того, чтобы сразу зайти с определенным статусом. Спасибо. Кстати, вот и здесь присутствующих есть те, кто работает параллельно с учебой? Поднимите руки. Немного. Но если не секрет, где? Кем? Только честно, об этом никто не узнает, кроме телезрителей, так что. Добрый день, меня зовут Айгуль, учусь на управлении персоналом КАФУ, работаю, подбором персонала занимаюсь по своей специальности. То есть, в общем, да, близко. Еще кто-то поднимал руку? Так, вот здесь, да? Просто. но у меня был такой пример, то что, ну, как раз про вашу речь о том, что необходима целеустремленность, труд и так далее. Когда был примерно на втором курсе, ну, четвертый. То есть, был небольшой перерыв, и я попал в компанию Малдизайн. Но это для понимания, в Казани достаточно крупная компания, занимается дигитал услугами. Но до этого я работал вообще строителем. То есть, как бы, это были подработки студенческие. Это к вопросу о том, что какие-то качества, они иногда могут сыграть гораздо больше, чем ну, вот это все про обучение и так далее. То есть, как бы, я просто пришел в компанию и сказал то, что давайте я поработаю у вас бесплатно. Месяц. вы очень грамотно поступили. Мне сказали, да, это интересно, давайте обсудим. Окей, но спустя месяц я как бы, ну, мы обсуждали опять же с руководителем эту ситуацию, я говорю, то, что вот есть такие-таки результаты, показываю цифры по улучшению и говорю, то, что вот, ну, это по рынку стоит примерно вот столько. И, соответственно, пришел на первый месяц бесплатно, уходил уже с какой-то суммой. Затем был такой опыт, как работа в международной сети фотошкол Picture, то есть это был уже тогда определенный бэкграунд, с которым можно было зайти, но это было постоянно параллельно обучение, то есть как бы сейчас есть очень много курсов, помимо университета, и студенты, они могут вот эти курсы проходить, но в прохождении курсов есть такая особенность, то, что курс, он длится в среднем 2-3 месяца, то есть студенту по-хорошему важно учиться эти курсы, формировать как некую университетскую программу на несколько лет вперед, то есть чтобы он готовился проходить не 1-2 курса за все время, а, например, 8-10, и тогда будет гораздо больше вероятность попадания в какие-то более крупные организации. Ну, вот вы знаете, совершенно верно сказали по поводу того, что работодателю важно видеть, какой опыт был у человека. Вот, например, часто сталкиваюсь с ошибкой, которую вы допускаете, когда составляете свое резюме, потому что даже если я прошу своих студентов, или они меня просят, я говорю, составьте резюме, там, практика или еще что-то, и я понимаю, что вы недооцениваете тех достижений, которые у вас есть. Зачастую приносят там две строчки, ну, три. Первая строчка школа, в каком году закончена, вторая строчка, где сейчас учитесь, или там бакалавриат, который закончили, и третья, там, не знаю, в отношении каких-то своих качеств, трудоспособный, там, ответственный, в общем, как обычно это бывает. Я спрашиваю, говорю, и все что ли? Ну, да, что я еще могу написать? Я же вот тут. Я говорю, так, подожди, ты на каком курсе? Ну, вот, я уже вот там на третьем курсе. Так, курсовые работы были? Были. А принимал участие в каких-то студенческих организациях? Принимал. А в каких-то научных конкурсах участвовал? Участвовал. Я там, даже дипломат какой-то. Я говорю, так, а в школе? А в школе я вообще там, и дальше начинается история успеха. Я там олимпиадник, я там еще чего-то. Я говорю, иди пиши. И когда человек говорит, а что, это кому-то надо? Я говорю, конечно, надо. Потому что для того, чтобы понять, что ты не овощ, человеку, в том числе работодателю, надо видеть, что ты вообще в принципе склонен к каким-то активностям. Поэтому ты умеешь переводить бабушек через дорогу, значит, ты человек неравнодушный. И ты в принципе готов отчуждать свое личное время на общественно полезное дело. Плюс, плюс. Подавался на какие-то конкурсы, участвовал, решил себя испытать. Плюс, плюс. Принял этот вызов. Молодец. И поэтому здесь вот резюме складывается из того, что ты что-то делал. Поэтому неважно, где ты работал? Строителем, в Макдональдсе, где угодно. Но я вам хочу сказать, что это всякое лучше, чем ничего. Но идеально, это вот пример Айгуль, когда человек учится по этой специальности, работает по этой специальности. И, конечно же, на выходе любой работодатель заинтересован в том человеке, который профессионально уже понимает вообще, куда он идет и чем он будет по жизни заниматься. Поэтому это вот идеальная история для работодателя. Ну, как в том фильме. вспомнить все. Ну, фактически, да. Я правильно понимаю. Михаил Иванович, вы согласны с этим, да, позиции? согласен полностью. А вот, кстати, в связи с такими непрофильными, скажем, видами деятельности, параллельно с учебой, не кажется ли вам, что это может на определенном этапе, ну, в определенные моменты, как раз работать на понижение самооценки? Вот когда человек приходит и работает не по специальности, которую он себе видит в будущем, своей основной, да, а еще и бесплатно, или не оформляет трудовых отношений, что очень часто работодатели очень любят, ну, и так далее. Вот с какими-то ущербными позициями находится на том или ином производстве, ему потом и неудобно это в резюме писать, и как-то на самооценке, вот поняли мы сюда, так вот, давайте я вам расскажу секреты своей биографии. рассказывайте. Потому что... Наконец мы начинаем подходить к секретам. Я понимаю, что все это плохо, когда есть там отношения неконтрактные, когда тебя эксплуатируют, когда ты вот что-то там делаешь. Значит, рассказываю про себя. Я училась в лицее и, учась в лицее, поняла, что я хочу поступать в Московский государственный университет. Вот больше никуда не хочу. У лицея были партнерские отношения с Московским государственным педагогическим университетом имени Ленина, и туда можно было без экзаменов. Там был такой период, когда выпускные экзамены школьные засчитывались как вступительные в университет. Можно было поступить. И у меня весь класс фактически пошел в педагоги. Я сказала, что не хочу, хочу в МГУ. Но в МГУ я провалилась на первом же экзамене, потому что за сочинение мне поставили двойку. Причем, когда я шла писать это сочинение, я и увидела тему, которая мне досталась. Я была безумно счастлива, потому что мне достался Достоевский, преступление, наказание. Там была тема Свидригайлова. Я, мне казалось, знала все про Достоевского, про преступление, наказание. Была абсолютно счастлива, когда написала это сочинение. Решила, что я сделала, просто создала шедевр. Потом посмотрела, что я получила двойку. Ну и все. И мир ушел у меня из-под ног. Я вообще не понимала, как мне дальше жить. В школе я училась хорошо, в лице я тоже хорошо училась. Вот. И дальше надо было вообще как-то по жизни ориентироваться. И пока я была в таком вот смятении, я поняла, что я не могу не работать. Я должна идти работать. И работать я пошла к малому предпринимателю. Ну, такой обыкновенный малый предприниматель, который занимался всем. Ну, то есть, вот чем можно было заниматься? А это был 93-й год. В общем, абсолютно всем, чем только можно было, он за все хватался. Значит, в результате он почему-то торговал бытовой химией, в которую входил тройной одеколон. Помните такое вот было еще, наверное, родители вам рассказывали, советское. Тут нужны уточнения, тут нужны... Чего попроще назовите? Тройной одеколон. Ну, это такая советская классика. Вот тройной одеколон, советская классика. Это одеколон, который еще и пили. Значит, бытовой химии и всем остальным. И когда вдруг в один день я поняла, что надо не просто там в офисе что-то делать, но и таскать коробки с этим тройным одеколоном, то у меня, конечно, был вариант либо отказаться и уйти, и сказать, что, типа, я тут вам... Пришла не коробки таскать. Но мне было прикольно, что из этого будет дальше. Значит, мы таскали коробки. Соответственно, они были достаточно тяжелые, с какими-то другими еще там химикатами какое-то время. Ну, нормально погрузили коробки. Потом надо было мыть какое-то помещение, где собирались продавать эту бытовую химию. Значит, мы мыли помещение. А потом оказалось, что этот малый предприниматель закупил какие-то большие копательные машины. Я вот... Ужас какой-то. В общем, какая-то техника, типа, экскаватора, вот что-то вот такое. И надо было ехать на таможню, их растамаживать. Значит, что такое таможня, я узнала ровно в тот день, когда должна была туда поехать. Вот. Соответственно, вы понимаете, тебе там... Мужу 18 лет, наверное, не... А, нет. 17 лет. Мне 17 лет. Я девочка из нормальной семьи. У меня мама, папа, они меня любят. На улицу не выгоняли, тройной редиколон грузить не заставляли. А тут еще непонятно куда от Москвы ехать непонятно вообще с чем, с какими-то бумагами, с какими-то еще чего-то. В общем, я по дороге до этой вот самой таможни, меня еще обокрали, когда я выходила из метро, уволокли кошелек. Я доехала до этого несчастного селятина, до сих пор, помню, как оно называлось, с этими бумагами, растаможила эти машины, понимаете, пришла к этому предпринимателю. Что из этого получила? У меня была первая зарплата, на которую, ну, как бы, если честно, не первая, ну, конкретно у него первая, значит, на которую я с гордостью пошла в недавно открывшийся супермаркет, тогда они только вообще появлялись, спустила ползарплаты на продукты и пришла домой с сумками, купила на собственную зарплату эти продукты. Я получила опыт, потому что то, чего я раньше боялась, оно оказалось, как бы, вот, не так страшно, да? Дальше что? Ну, понятно, потому что я могу теперь все, что угодно. После этих больших копательных машин, что еще? Понимаете, как кот матроски, но еще я на машинке вышивать умею. Что это? Это снятие любых барьеров и преград. Поэтому плохо, это хорошо, я считаю, что это школа жизни. Это любое, как бы, понимаете, нельзя отказываться от опыта, ни от какого, потому что мы абсолютно не можем предугадать, в какой момент, по какому поводу нам придется воспользоваться этим жизненным опытом. Поэтому отказываясь от него, мы сами себя обкрадываем. Вот и все. Спасибо. Аплодисменты, да, заслуженные. Вообще, вот такой непростой, нелегкий путь в высшей школу экономики, оказывается. Через тройной технологии. Мы теперь будем пытаться искать тройной технологии. Значит, давайте завершать, мы уже больше часа работаем. Возвращаясь к олимпиаде, я профессионал. Вот я начал наш разговор с того, что вспомнил сегодня утреннее ток-шоу, где говорили о том, что уезжают ребята из регионов, из республики в частности. Причем, чем талантливее, тем чаще они смотрят куда-то в другой регион. Вот вы называли работодателей, которые сотрудничают с олимпиадой. Достаточно такие серьезные имена. Означает ли это, что победители олимпиады я профессионал изначально нацелены, либо они нацелены, либо работодатели, участвуя в этой олимпиаде, нацелены на то, чтобы их из региона изъять. То есть придется уехать из Татарстана в данном случае, участникам от Татарстана, если они добьются больших успехов я профессионал. Вы знаете, у нас вообще другие планы. У нас планы, что ваши работодатели окажутся настолько привлекательны для наших дипломантов, что мы еще из других регионов сюда привезем дипломантов. Потому что, во-первых, по результатам наших исследований в России есть регионы, из которых молодежь уезжать не хочет. И один из таких регионов это как раз Татарстан. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что жители многих других регионов с радостью приедут в Татарстан. Так что бойтесь, пожалуйста, конкуренции, которую мы вам создадим, потому что привезем сюда дипломантов со всей страны. Так что, нет, таких планов у нас нет. Мы считаем, что республика Татарстан это один из вообще флагманских регионов страны. И мы прекрасно знаем, что многие сюда приезжают перенимать опыт. Город у вас замечательный, красивый. Так что в наши задачи входит прежде всего помочь вам быть счастливыми здесь. Где родился, там и пригодился. Спасибо. Ну и в завершение, вот и для тех, кто здесь присутствует, и тех, кто будет смотреть на наших интернет-ресурсах, телевизионных ресурсах, еще не поздно заявиться на Олимпиаду. До 22 ноября идет регистрация. Заходите, пожалуйста, на Яндекс и регистрируйтесь. Дело хорошее. Будьте счастливы. Спасибо вам за участие в нашей следующей программе. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ